Девчоночки, всем огромный привет и хорошего времени суток! Быстренько, девочки, пробегусь по обзорам на каналах у Коли, Сытника и Самвела. Заглянула и туда, и туда. Про Эдика вообще, при всём желании, ничего вам, ребят, не расскажу. Как обычно, всё скучно, тягомотина, коморки строим, обшиваем этими стружками, прессованными опилками, пластиковыми панельками. Всё, как всегда, как любит Эдичка. Мне неинтересно. У Коли и Самвела тоже затишье, Надюха уехала. Наконец-то все выдохнули, ребят! Я уже говорила, что гости хороши три дня. На четвёртый день они начинают плохо пахнуть. Девочки, видим, что Коля с Самвелом на игрене. Это из видео Коли, Сытника. Привезли, значит, Ольге Леонтьевне пасочку, Самвел обещал, выполнил своё обещание. И ещё маленькие пасочки, гостиниц для мамы с папой. Одну Самвелка захватил любимой мамочке. Ну, порадовать сахар её, да, помним все. Диабет у женщины, ей вообще даже в сторону выпечки из этих сладких куличей смотреть нельзя. Но сыночек заботится, чтобы мама была всегда здорова, чтобы сахара перепада не было ни в одну, ни в другую сторону. Ну, так стабильно, чтобы где-то 13-15 единиц держалось. Заботится и везёт ей сладкие куличи с помадкой. Молодец Самвел! Потом орёт на неё и рассказывает, что она вот такая глупая. Ну, я умываю руки, девочки, добавить мне нечего. Коля готовит куриное филе, показывает, они купили в магазине. Самвел тут же стебётся и говорит, я вам делаю контент. Вот, там словечки подбирал не совсем приятные для вашего слуха девчонки и про загиб матки, почему-то вдруг вспомнил. Поприветствовал папу, как великолепного Андрея, Светланку. Света даже, мы все увидели, как она умеет хохотать, оказывается, с шуток Самвела. Я не видела никогда, всегда такая серьёзная, угрюмая. Здесь женщина смеётся, мне было очень приятно её увидеть на веселе, так скажем. Не-не, ничего такого плохого не подумайте. Девочки, Севка поднял тему мороженое. Говорит, да, кстати, мороженое вы пробовали, которое я готовил? Где? Где мороженое? В морозилку засунули мороженое. Самвел поведал, что неправильно немножко сделали, там в комментариях зрители уже все написали, нужно было эту чашу от мороженицы предварительно поставить в морозильную камеру и замораживать. И только потом выливать эту всю смесь, перемешивать периодически, и тогда бы всё у них получилось. А так, увы и ах, ничего страшного, разлили полоточком, зафигачили в морозильную камеру, оно замёрзло так хорошенечко на косточку. Достали, я не пойму, девочки, я не смотрела этот рецепт мороженого, мне правда неинтересно. Кто смотрел, напишите, почему оно такого цвета, какого-то кофейного, у меня, по крайней мере, на экране. Не белая, не жёлтенькая, ну, не светленькая, какой-то, ну, с коричневым таким оттенком. Я видела, что там есть ягодки, и тем не менее, почему оно такое получилось. И Андрюха, не представляю, как посмел, выдал нам результат, сказал, мне вообще не понравилось. Я пробовал это мороженое, Сева был в шоке, он просто потерял до речи. Взял ложку, давай быстрее ковырять, попробовал им, его фирменное, начал укать, мукать, какое классное и вкусное мороженое. И ты, Андрей, вообще ничего не понимаешь и не смыслишь в этом, и ты шо, с ума сошёл? Быстренько раздал всем ложечки, и Коля дал попробовать, и Светлане дал попробовать. И всем очень понравилось, и ириской отдаёт вкус, и запах, и вкус детства такое вкусное. Но Андрей, ребята, всё видео от начала и до конца твердил, что это мороженое вообще ему не нравится. Несладкое какое-то, кислое, и нежирное, и невкусное. И Андрюха очень любит мороженое, может, как он сказал, съесть возле телевизора ведёрко, да, приговорить. На это он не стал есть. Девчонки, Самвел посетовал, что зрители очень жаль, через экран не могут попробовать, и скажут, что я опять вру, но оно действительно очень и очень вкусное. Девочки, сейчас я посмею не согласиться с Самвелом, и посмею ему не поверить. Знаю, какой он врун первой гильдии. Думаю, что Светлана с Колей ему где-то просто подыграли, мне так кажется. А вообще там в комментариях писали девочки, что нужно мороженое дать попробовать Артёму. Этот человек врежет правду матку и скажет всё своё откровенное, чистосердечное мнение. На самом деле, какой вкус имело это мороженое. Целое видео, разговор только о мороженом. Колясик тем временем приготовил на стол, там и салатик, там и курочка, и винегретик. Всё прекрасно. Дальше, ребят, пробегусь коротенечко. У Самвела в видеоролике ремонт на планетной. Все, наверное, видели и в курсе, что ремонтируют, что-то случилось с трубами. Вода не протекает, вернее, нет ни напора, ни подачи воды. Трубы возле стены, там, где выходят вмонтированные, стенка вся мокрая. Что произошло, непонятно. Соседи через стенку где-то делали ремонт, стучали очень громко почему-то по трубам. Что они там стучали, я не знаю. Что-то нарушилось. И здесь у мамки, ребят, всё полетело в тартарары. Воды нет, перекрыли воду и на помощь позвали Артёма. Вот все, кто хаял там Артёма, какой он недалёкий, интеллект у него там ниже плинтуса. Так вот, девчоночки, убедились мы все ещё раз. Я говорила такую фразу не один раз. Я так утверждала, что Артём мужик-мужик. Что бы вы там про него не говорили, но руки растут из правильного места. Человек знает, куда посмотреть, куда подсветить, где засунуть руку, где высунуть, где какая трубочка, гаечка. Что с чем там складывается, мама, папа и тому подобное. Самвелка бегал, всё видео только охал, ахал, причитал. Стоял над Артёмом, всё там пошлядские шуточки свои отпускал. Ну и, конечно же, ребятки, ну как без Колясикиного звонка? Ну вот кто бы мне сказал? Я только включила видео и думаю, интересно, будет звонить Коленька или нет? А как же, обязательно. Ребят, он звонит постоянно. Вы тоже думаете, что это специально срежиссированные моменты? Я как-то не особо уверена в этом. Он звонит постоянно, каждые 15 минут или полчаса. Это уже даже не важно. Но тотальный контроль человека. Но до такой степени просто контролирует, не дай бог, где-то, знаете, шаг вправо, шаг влево. Расстрел на месте. Очень такой мудрый мальчик Коля, я хочу вам сказать. Умом не блещет, но руку на пульсе держит. Молодец. Хочу просто сказать, респект, Колясик. Тёма что-то там, где-то там вытащил, раскрутил, нашёл причину поломки, выдал сам Велке кран и сказал, нужно покупать новые. Но, как оказалось, девочки, в ванной комнате, в умывальнике, нужно было снять эту сеточку. Вот сеточку. Она забилась. Просто там было полным-полно грязи. Скорее всего, там соседи. Насколько я просто там поняла так. Стучали, видать, с труб, с внутренней части трубы, там вся окалена, грязь. Оно всё осыпалось и, естественно, потоком воды снеслась на кончик крана. И в этой сеточке всё забилось. И поэтому вода не протекала. До севки дошло. Он открутил, прочистил. Прекрасный напор. Всё замечательно. Я не пойму только одного, почему нельзя было те же манипуляции проделать с кухонным краном. Как-то не хватило у них ума. И Артём послал Севку в магазин купить новый кран. Я как-то была в замешательстве, честно. Но Сева пофотографировал все эти трубочки, гаечки. Объявил Коля по телефону, подожди, Коля, мы тут с Артёмом трубы фотографируем. И думай, потом студент. Чем они там занимаются, ребята? Я от этих фраз Самвела иногда просто ржу минуты по две, по три. Но это человек, ходячий анекдот просто. Ой, смешит. Правда, смешит. Это юмор, девочки. Не принимайте за какие-то пошлости, гадости. Это был действительно юмор с его стороны. Хотя он не специально выдавал такие фразы. Комментарии почитала тоже девчонки все юморные. Конечно, нужно признать, у Самвела прекрасные зрители на канале. Иногда бывает так, что комменты намного интереснее, чем сам контент на видео. Девчонки, такой был мой обзор. Больше там никаких событий не происходило. Ольгу Леонтьевну мы не видели, скорее всего, бабушка уже улеглась спать. Пару кадров захватила. Я глянула там у Сытников на канале, у родителей. Эти все гуляют с собачками, купают этих собачек, вычесывают, полотенечками натирают, укладывают баиньки. Там все прекрасно в датском королевстве. Слава Богу, у них тишь и гладь, тишина и покой. Я за них рада. Девчонки, всем пока, до скорых обзоров, хорошего вам всем настроения. Не забывайте пальчики, колокольчики, чтобы не пропустить наши с вами встречи. Спасибо вам за обзоры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok